Некоторые из нас живут в постоянном стрессе, охваченные беспокойством, паникой и страхом. В их мыслях царит страх, словно всю землю охватил голод, и мы постоянно будем чувствовать недостаток. И это мешает нам доверяться Богу. Очень мешает. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с Ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. У Бога есть для вас намного больше, чем вы можете себе представить. Мы служим Богу, имеющему больше. В Писании мы видим, что Бог всегда поднимает людей на более высокий уровень. Мы служим не такому Богу, который хочет вас отпустить, заставить страдать все дни жизни. Мы служим Богу, который хочет благословить нас, чтобы вы стали благословением. В этой серии мы задаём себе вопрос, готовы ли довериться Богу, имеющему больше для вас? Готовы ли вы растянуть свою веру и стоять на Божьих обетованиях, которые обещают больше для нас и нашей семьи? Когда Адам и Ева вкусили плод запретного дерева, причиной было их недоверие Богу. Они не были вполне уверены, что то, что сказал Бог, — правда. Они не были уверены, что им достаточно того, что они имеют. Бог позволил им есть плоды со всех остальных деревьев, но они поставили Слово Божье под вопрос. Сегодня я хочу показать вам, как справиться с недоверием Богу, чтобы то большее, что Бог имеет для вас, стало для вас доступным. Если у вас есть Библия, откройте книгу Аввакума, глава 3, стих 11. Вы на правильном месте. Вы пришли туда, где победа. Глава 3, стих 17. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила». То есть, если он описывает неприятности, в этом месте Писания все плохо. И Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе. Мне нравится слово «но». Оно означает, несмотря на то, что пока нет. Я все равно надеюсь, что это случится в будущем, но пока этого нет. И так же союз «но» означает, несмотря ни на что, я все равно буду славить тебя, несмотря на то, что все прошло не так. И хотя я еще не вижу умножения, которые ты мне обещал, я все равно буду славить тебя. Все равно буду славить тебя. Аввакум был посвященным Богу, Божьим человеком. Книгу Аввакума не так легко найти. Но когда я все-таки отыскал эту книгу, я нашел в ней сокровище. В моей Библии она на странице 1017. Может, так же и в нашей Библии. Читая его слова, вы почувствуете некую силу. Он был посвящен хвале и поклонению Богу. Даже когда все в его жизни шло не по плану, не так, как он задумал. Я думаю, что Бог намного больше ищет себе людей, которые не просто ищут выгоду во всем, но посвящены Богу. Я все равно буду радоваться от тебя. Этому также учился апостол Павел. Филиппийцам, глава 4, стих 19, он пишет, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу». Бог еще этого не сделал, но обязательно сделает. Павел не волновался о своих нуждах. Он знал, что Бог о нем позаботится. Он научился быть довольным в изобилии и в скудности, не завися от того, позаботится о нем церковь или нет. Сегодня мы будем рассуждать над историей с 26 главы Бытия. Это история Исаака. Он переживал период, пока еще нет. Он ожидал прорыва. Исполнение обетования. И в 26 главе сказано, что в земле начался голод. Это не был первый голод. Подобный голод был во времена его отца, Авраама. И я хочу, чтобы вы знали сегодня, что ваша проблема не первая проблема, которую Богу предстоит решить. Может быть, вы пришли сюда и говорите, «Пол, ты не понимаешь моих проблем. Я мать-одиночка. У меня трое детей и две работы. Не думаю, что Бог может решить мою проблему. Не думаю, что Он может мне помочь. Послушайте, Он делал это тогда, Он сделает это и для вас. Возможно, вы пастор, и у вас финансовые проблемы или проблемы в вашем служении. Или вы муж, и вы ощущаете, словно в вашей семье настало время голода. Или вы жена, и вам кажется, что в вашей семье голод. Он заботился о людях в прошлом и позаботится о вас. И в Бытия 26 сказано, что это был не первый голод. Зачастую в нас вызывает страх и недоверие Богу ощущение, что Бог впервые сталкивается с данной проблемой. Если вы студент, и вам нечем платить за обучение, поймите, вы не первый такой студент. Бог многим уже ответил на это и дал необходимые финансы, чтобы оплатить учебу. Вы не первые родители в зале, которые хотят отправить своих детей в христианскую школу победы. Бог уже многим помог с этим, и Бог сделает это снова. Перестаньте фокусироваться на проблеме, но сосредоточьтесь на Боге, и тогда вам откроется доступ к чему-то большему. Для этого нужно довериться Богу. Некоторые из нас живут в постоянном страхе, и это мешает им довериться Богу. Иногда мы паникуем, что не получаем того, чего хотим, но то, чего мы хотим, не всегда то, что нам нужно. Бог знает, в чём мы нуждаемся. Он позаботится о нас. Однако вам нужно довериться Ему, и в процессе, когда вы ещё ожидаете Его ответа. Вы хотите жениться, но Бог не считает, что это лучшее время для женитьбы. Он хочет сначала исцелить ваше сердце, которое разбито прошлыми отношениями. Или вы чего-то желаете прямо сейчас, к примеру, повышения. Вы хотите большего, а Бог хочет научить вас доверяться Ему. Бог приготовил для вас возможности и всё необходимое. Он смотрит, верный ли вы человек. Исаак пережил голод. Но во втором стихе 26 главы Бытия Бог говорит «Не иди в Египет». В моменты трудностей все шли в Египет. Именно там были деньги, и люди следовали за деньгами. Но если ты последуешь за Богом, деньги последуют за тобой. Для многих людей деньги являются направляющим звеном. Я пойду туда, где есть деньги. Я, как все, пойду туда, где выгодно. Выбери, зачем ты последуешь. За голосом Божьим или за толпой. Туда, куда все идут, где выгоднее. Не вкладывая себя в то, во что вкладываются все остальные. Бог сказал «Не ходи в Египет, не иди туда, где ты думаешь, что сможешь решить все свои проблемы». Не найдется на богатство, а уповай на Того, Кто щедро обеспечивает тебя. Если ты будешь надеяться не на богатство, а на Твоего щедрого обеспечителя, ты не разрушишься. Богатства не смогут тебя сохранить. Однажды их окажется недостаточно, поэтому нужно обрести истинное основание, довериться Богу. Итак, Бог сказал Исааку, «Оставайся здесь, я буду с тобой и благословлю тебя. Я дам тебе и потомкам твоим эти земли и исполню обет мой, который я дал отцу твоему Аврааму». Помните отца Авраама? Бог дал ему множество детей, и мы с вами тоже его дети. Бог сказал, «Потомки твои будут многочисленны, как звезды в небе». Он дает Исааку то же обетование, какое дал и Аврааму. Вы получите жатву, ради которой трудились ваши родители. Вы переживаете на себе чудеса и прорыв, потому что ваши отцы были верны и слушали голос Божий. Я вижу чудеса и благословения Бога на моей жизни, потому что мои мама с папой были послушны Богу. Благодаря их верности вы будете переживать чудеса Божьи в вашей жизни. Ваше послушание сегодня повлияет на будущее поколение. За 60 лет до этого Авраам тоже переживал голод. Он тогда не знал, что означало его доверие Богу. Он был готов принести Исаака в жертву. Он не знал, что Исааку придется тоже пройти через голод. Важно помнить, что наши родители тоже проходили голод. Убили Джо и Шерон тоже были в тяжелые времена. Но Бог был верен, и Он также будет верен Мне. Итак, Бог сказал Исааку, «Я был верен Отцу Твоему и буду верен Тебе, но я жду, что Ты будешь Мне доверять». Истинное доверие проявляется в послушании. Если вы сеете в любое время вашей жизни, то в любое время жизни у вас будет жатва. В тот год, когда Он посеял, Он пожал урожай в сто крат. Сказано, Бог благословил его сверх того. Бог приготовил так много для вас по ту сторону вашего послушания. Я хочу выделить четыре пункта, как научиться доверять Богу. Первый пункт — активировать доверие через послушание Богу. Активируйте доверие Богу своим безусловным послушанием, без всяких условий и исключений. Не нужно выдвигать Богу ультиматуумы. Не нужно говорить, «Я послушаю с тебя, если ты сделаешь для меня то и это». Это ультиматуум. Это условное послушание. Безусловное послушание — это когда ты, как Авраам, ведёшь Исаака на гору и не знаешь, что там произойдёт. Но если вы ходите в безусловном послушании, у Бога есть всегда для вас овен, прячущийся в кустах. Доверие не является доверием, пока не проявится в послушании. В послушании чему? В послушании Слову Божьему. А что говорит Слово? Да не будет у тебя других богов, но возлюби Господа Бога всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя. Бог не хочет вас обокрасть. Он наоборот, хочет благословить, не лишать вас чего-то, но дать вам намного больше. И это связано с вашим послушанием Богу. Когда бы ты послушен Богу, ты входишь в гораздо большее, чем Бог имеет для тебя. Если ты послушен Богу в малом, Он доверит тебе больше. Возможно, сейчас вы имеете очень мало. Вы молоды? И говорите, «У меня ничего нет. Я не знаю, что могу дать Богу, как могу поклоняться Ему своими финансами». Сейте своё время, сейте свои таланты, служите Богу в церкви, отдавайте себя. И таким образом вы будете послушны Богу и Его Слову. Исайя, глава 1, стих 19. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Итак, мы активируем доверие своим послушанием. И второе, оставайтесь верными в процессе. Оставайтесь верными в процессе. Исак остался, когда все остальные ушли. Порой людей охватывает нетерпение. Они не находят покоя. Мне нужен новый айфон. Иисус учил нас не собирать сокровища на земле, где пожирает моль и ржа. Всё, что сейчас в тренде, однажды устареет. Когда мне было 12 лет, я устал откладывать деньги, чтобы принести в церковь приношение и десятину. В этот момент в магазинах появилась новинка. Мягкие игрушки с пластиковыми шариками внутри. Помните? Мне было 500 долларов после дня рождения. И после моих попыток что-то заработать, я решил вложить эти деньги в мишек. Я накупил множество разных, пытаясь собрать коллекцию. Я услышал, что на них можно серьёзно заработать, перепродавая их. Я купил штук 100 таких игрушек. Я решил довериться не Богу, а мишкам с пластиковыми шариками внутри. Я решил, что они мой источник дохода. Папа удивился. Пол, тебе 12. Какие мягкие игрушки. Я ответил, пап, они не для меня. Я их продам, вот увидишь, какую я принесу десятину в церковь. Подожди, и ты увидишь. На что папа ответил, ну что ж, посмотрим. Я ждал довольно долго, но так никто и не захотел купить у меня этих мишек. Позже, на гаражной распродаже, я продал целый ящик мишек за 20 долларов. Это был грустный день, и я сделал вывод, никогда больше не полагаться на мягкие игрушки. Все, зачем мы так гонимся, думая, что это поможет нам решить наши проблемы, в итоге делает нас еще более опустошенными. Мы что-то приобретаем, пытаемся накопить, но Иисус сказал, не стоит гоняться за вещами. Не собирайте себе сокровища на земле, где их пожирает моль и ржа. Иметь богатство не проблема, но проблема, если богатство имеют вас. Если ваша верность не в том, чтобы пребывать в Доме Божьем, но чтобы ваш бизнес, ваши дела, ваша работа для вас приоритет. Если ваш бизнес стал для вас Богом, вас вечно нет дома, вы вдали от семьи, и вы уже не там, куда Бог вас призывал. Это случилось с блудным сыном в 15 главе Луки. Он стал нетерпеливым. Он захотел срочно покинуть отчий дом. Ему там все наскучило. Они кормят меня не тем, что мне хочется. Его отец заботился о нем. Он забыл о том, что все, что ему нужно, он всегда мог найти в Доме. Он потерял терпение. В Ветхом Завете был пророк Валак. Валаам нанял его, чтобы тот проклял израильтян. Но всякий раз, когда он открывал свои уста, чтобы их проклясть, из его уст выходили благословения. Он благословлял их снова и снова при входе и при выходе. Это было удивительно. Бог сделал так, чтобы враги Израиля их благословляли, вместо того, чтобы их проклинать. Если мы возбудим в них дух нетерпения, и они сойдут с того места, в которое их Бог призвал, если они потеряют терпение, и как блудный сын скажет, «Я хочу покинуть отчий дом», то этим они проклянут сами себя, потому что благословение связано с их домом. Ваше благословение связано с местом, куда Бог вас призвал. Его благословение связано с той почвой, в которую Он призвал вас поступить. Оставайтесь верными, потому что легко быть там, где тебе удобно, и где ты имеешь всё, что тебе нужно. Но что, если начнётся голод? Бог сказал, «Я знаю, у тебя есть искушение пойти в Египет». Не нужно. Оставайся здесь и просто доверься мне, Исаак. Уверяю тебя, твоя верность пожнёт благословение. Оставайся верным, и я сделаю тебя плодовитым. Твоя верность принесёт множество плодов. Не будь ветром носимым, будь верным. Евреям, глава 6, стих 12, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Верность — это сочетание веры и долготерпения, верность Божьим обетованиям. Авраам оставался на земле, где, по логике вещей, не хотелось оставаться. Лот пошёл в Содом и Гоморру, Авраам — в Ханаан. Это не была прекрасная земля, но поскольку он проявил терпение и верность, поскольку Исаак оставался, был верен, эта земля вдруг стала изменяться, стал меняться климат и среда. Почему? Бог будет использовать вас, чтобы изменить ваш климат. Вместо того, чтобы позволить среде и климату изменить вас, Он использует вас, чтобы изменить почву. В 12 стихе 26 главы было сказано, «И сеял Исаак в этой земле той, он сеял там, где никто не хотел сеять. Он оставался на земле, где никто не хотел оставаться. Он сеял в то время года, когда никто не сеял и получил в тот год ичменят сто крат». Если вы не сдадитесь, если вы проявите терпение и не пустите руки, прежде времени, многие люди сдаются за шаг до своего прорыва. Я ехал по трассе, и на моей полосе движение было крайне медленным, и по соседней полосе пролетали машины одна за другой. Они словно пролетали мимо меня. Я так хотел оказаться на этой полосе, и я думал, надо срочно уходить из этой скучной и медленной полосы. Я начал потихоньку впихиваться в соседнюю полосу, а Бог на небесах смеялся. И как только я проскользнул в соседнюю полосу, по которой до этого автомобили буквально пролетали, она вдруг замерла. А моя прежняя полоса наоборот ожила. Я смотрю туда. «Эй, мы же дружили раньше. Давай-ка я вернусь туда». И я пытаюсь втиснуться, но не тут-то было. Ты нас оставил. Нет тебе дороги назад. Возможно, кто-то из вас ехал по этой полосе, и вы не впускали меня. Но я прощаю вас. Зачастую мы покидаем полосу, которая нас призвал Господь, потому что мы видим сбоку блестящие вывески. Нас отвлекают голоса, потому что тебе не спуститься в Египет. Просто перестань приносить десятины. Перестань быть верным своей супруге. Делай, что тебе хочется. Сдайся своей плоти. Делай то, что желает твоя плоть, и тебе будет хорошо. Правда, потом ты будешь чувствовать себя опустошённым, потому что ты выбрал лёгкий путь вместо пути послушания. Когда моя жизнь придёт к концу, а у каждого из нас однажды будут похороны, этого не избежать. И я хочу, чтобы, когда я уйду, мои жена и дети могли сказать, «Пол оставил нам дух веры. Он был щедрым человеком и оставался верен. Он был последовательным и постоянно проявлял верность. Всю свою жизнь он занимался тем, к чему призвал его Господь. Он всегда был совершенным. Не всегда его проповеди были так хороши, но бывало, его послания мощно говорили в нашу жизнь. И порой Бог готовил нам вкусный десерт из духовной пищи. Он продолжал сеять в нас семена веры. Он был в этом настойчивым. И если ты стоишь в полосе, в которой тебе призвал Бог, рано или поздно приходит прорыв. Он придет, если ты остаешься там, где посажен, там, куда призвал тебя Бог верного. Он сделает плодовитым. Третье. Сей семена во всякое время. Ты можешь сеять в любое время года. Не бывает времени, неподходящего для того, чтобы сеять. Когда ты начинаешь сеять в любое время года, ты пожинаешь урожай в любое время года. Написано, «И получил в тот год ячменя в сто крат». Да благословил его Господь. У Бога есть так много для вас. По ту сторону вашего послушания, ваше послушание повлияет на ваше будущее поколение. Послушание этого поколения повлияет на поколение завтрашнего дня. А через 20-30 лет сегодняшние дети будут говорить о нас. Как я рад, что мне служила церковь победа. Что они построили нам здания и вложили свои деньги, чтобы построить нам библейский колледж. Я так рад, что они выделили место, куда могут приходить подростки поклоняться Богу. Я так рад, что они вкладывали свои силы в то, чтобы появлялась христианская школа, чтобы они расширяли и открывали филиалы в маленьких городах. Я так рад, что они смогли прикоснуться к нашим сердцам. Когда вы сеете в любое время года, вы можете пожать больше душ для Божьего Царства. И мой последний, четвертый пункт. Продолжайте, прежде всего, искать Царство Божьего. Большая часть наших проблем возникает от того, что мы ищем прежде всего. Ваше доверие отображается в том, что вы ищете прежде всего. В Матфея, глава 6, 25 стих сказано, «Не заботьтесь о том, что вам есть, или что пить, или во что одеться». Не бойтесь о том, будет ли у вас достаточно денег, чтобы оплатить все, что вы хотите. Но посмотрите на птиц небесных. Бог питает их. Взгляните на полевые лилии. У них всегда есть все, что им нужно. Не цене ли выпалевых цветов? И кто из вас, тревожась, может добавить себе хоть локоть? То есть, тревоги не делают нас выше. Они, наоборот, сокращают нашу жизнь. Стресс, страх, упование на богатство делают ваш мир все меньше и меньше. Поэтому Иисус сказал, «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его». Поставьте Бога на первое место и смотрите, что произойдет. И все, о чем вы беспокоились и тревожились, думая, позаботится ли Бог об этом, все это приложится вам. Я надеюсь, что Бог говорил к вам через это послание, вдохновил вас и напомнил, что Он с вами и что у Него есть прекрасный план для вашей жизни. В любой период нашей жизни мы с вами учимся доверять Богу, доверять Ему наших детей, пока они маленькие и когда они вырастают и вылетают из гнезда. Если мы еще не в браке, мы ожидаем спутника жизни от Бога. Закончив колледж, мы доверяем Ему свое будущее. Всю жизнь мы учимся Ему доверять. Я вдохновляю вас применить услышанное сегодня в вашей жизни. Доверьте Богу свои финансы и свое время, свою энергию, свой брак и свои отношения. попросите Бога ввести вас в новый сезон вашей жизни и показать вам те сферы, где страх и беспокойство мешают вам. Ухватитесь за Бога, а не за то, что Его держит в вас. Произнесите вместе со мной эту молитву. Бог, я выбираю доверять Тебе. Научи меня больше доверять Тебе. Господи, помоги мне доверять Тебе во всех сферах моей жизни во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы искренне попросили Бога вам помочь, Он обязательно вам поможет. Я верю, что по мере того, как вы будете доверяться Богу, вы будете видеть рост, умножение, плодовитость и успех в разных сферах вашей жизни. Доверьте Богу всю вашу жизнь, отношения и все вопросы. Он введет вас в ваши лучшие дни. Если вы окажетесь в Талсе, приходите к нам в Церковь Победа. Наши служения проходят каждую неделю. Вы почувствуете себя у нас как дома. Также посмотрите трансляцию наших служений на сайте в прямом эфире. На нашем сайте вы найдете как эту проповедь, так и многие другие. Мы вас очень любим. Помните, что ваши лучшие дни перед вами. Иисус сказал, «На этом Евангелии я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус построил церковь, чтобы постигать погибающих, спасать израненных и исцелять сокрушенных. И Он призвал нас с вами присоединиться к Его миссии. Он снаряжает нас всех необходимым, чтобы мы приносили истинное послание. В Церкви Победы мы очень серьезно относимся к этой миссии. Мы верим, что Церковь является надеждой этого мира. И сейчас мы видим, что Бог открывает больше возможностей, чем когда-либо раньше. Но Бог имеет намного больше. Он желает спасти больше душ, освободить еще больше зависимых и исцелить больше больных. Больше различий получат примирение. Больше людей вступят на путь своего призвания. Больше браков сохранят верность. Больше детей будут служить. Вместе мы можем достичь большего количества людей. Вместе мы увидим, как люди одерживают победу. Бог привел нас в прекрасное место, но мы знаем, Он призывает нас расширяться и умножаться. Призывает улучшить наш процесс, оточить наши таланты, чтобы повлиять на большое количество людей. Мы продолжаем строить Церковь, которая расширяет границы и позволяет Духу Святому ввести нас к успеху и выводить нас из зоны комфорта. Мы не перестаем расти, потому что не перестанем давать. Мы строим Церковь, в которой рады всем людям, вне зависимости от возраста, расы и прошлого. Мы не перестанем возвеличивать имя Иисуса и будем расширяться в другие города, штаты и страны через насаждение новых церквей, через интернет и телевидение. И мы будем делать это ради вас. Субтитры создавал DimaTorzok